спонсор программы компания электроцентра наладка на открытом канале программа люди дела сегодня у нас в гостях сергей карасёв директор колледжа радиоэлектроники сгу имени яблочко добрый вечер сергей добрый вечер скажите пожалуйста вы большую часть своей карьеры проработали в качестве школьного учителя учителя физико-технического лицея саратовского и только вот несколько последних месяцев ну чуть больше года работаете вот в такой административной должности скажите пожалуйста не жалко было оставлять вот эту непосредственную работу с со школьниками с детьми и посвятить себя в общем-то ну такому отчасти бюрократическому поприщу вы знаете на самом деле для меня это действительно больной вопрос серьезный вопрос и когда я принял решение прощался со своим классом а на тот момент это был десятый класс я прощался со слезами на глазах потому что поработал физико-техническом лицеи практически 21 год я сделал несколько выпусков пришел еще будучи студентом 5 курса географического факультета саратовского государства университета но уходил уже с должности замдиректора по учебной и научно-методической работе наверное есть определенные моменты в жизни когда оглянувшись назад можно сделать вывод ты сделал что-то положительное ты раскрылся ты реализовал себя или не полностью реализовал себя и наметь какие-то пути выхода из этой ситуации можно сказать вот за 21 год работа физико-техническом лицее у меня положительный итог все-таки работы есть какие-то свои идеи мысли и появилось желание реализовать эти идеи мысли и на несколько иной почве все-таки колледж электроники это учреждение среднего профессионального образования но насколько получится время покажет все считается что школьная работа работа школьного педагога скажем так очень неблагодарная что привлекает в этой работе особенно мужчину вы знаете вот на данный момент у меня нет преподавательской деятельности в колледже и мне этого действительно просто не хватает когда идешь на занятия когда смотришь в глаза и есть отдача ты приходишь чем-то на занятие даешь этот материал своим ученикам перерабатывают выдают на гора какой-то продукт и ты видишь мыслительные процессы как это протекает и понимаешь что результат есть результат положительный когда есть восторг в глазах учащихся но уже какие-то материальные ценности выходят на второй план самое главное ученик реализовал себя с хорошим настроением ученик идет на занятие и сам преподаватель с хорошим настроением идет на урок в последнее время в школах вузах колледжах вводится так называемая система эффективного контракта контракта то есть это стимулирующая часть зарплаты перевести все в цифры в баллы но на мой разделять по вкладу но как можно ценить в баллах горящие глаза ученика который бежит на занятия торопится в школу или другая ситуация если ученик студент не хотят идти на занятия потому что очень многое зависит именно от конкретного преподавателя от конкретной личности сейчас в нашем российском образовании достаточно много таких странных в общем-то тенденций но вот недавно один высокопоставленный чиновник заявил о том что хватит заниматься чистым образованием что все равно мы не сможем приготовить ломоносовых да то есть не каждого ученика можно сделать ломоносовым надо поручить школе готовить скажем так воспитанных людей то есть патриотов то есть людей которые имеют определенное мировоззрение для вас все-таки и школа и среднее профессиональное образование это все-таки больше образование или воспитание вот на мой взгляд здесь два взаимосвязанных процесса это обучение и воспитание а в итоге это образование что больше на первое место поставить воспитание или обучение это невозможно выделить потому что когда идет процесс обучения преподаватель заходит в аудиторию внешний вид преподавателя уже воспитывает ученика отношение преподавателя к делу уже воспитывает ученика и если допустим я провожу занятия как географ тема численность населения россии я проговариваю какие колоссальные потери понесла наша страна на протяжении двадцатого столетия первая мировая война великая отечественная война сталинской репрессии так далее и когда я говорю в том числе допустим и о том какие потери понесла моя семья мой голос будет дрожать я неравнодушный человек и понятно вот это неравнодушие я надеюсь запомнят и мои ученики хотя казалось бы я проговариваю то что есть факты цифры факты ну каким образом это воспитательный процесс но тем не менее в результате таких занятий я надеюсь ученики выходят совершенно иными то есть вы говорите что воспитание она непосредственно встроена в образовательный процесс по сути то есть это такое вот можно сказать имманентная часть образовательного процесса сейчас наверное речь идет о том что воспитание надо выделить какую-то отдельную деятельность там скажем в калужской области постановили обязательно учащимся всем всем учить гимн российской федерации и там получать за это определенные баллы вот такая воспитательная скажем так доктрина не помешают ли нормальному обычному образовательному процессу я очень спокойно к этому отношусь скажу честно почему но вот когда-то был перекос распад советского союза и официально доктрина школа должна заниматься только обучением воспитание вывели за рамки во времена советского союза были мощные организации пионерской организации комсомольской организации понятно огромную роль они играли после распада советского союза образовался вакуум идеологически по сути дела который ну сейчас идут попытки наполнить но тем не менее это все равно еще не то и ясно вакуум не должен существовать надо заполнить чем-то то что сейчас идет есть процессы определенные но не то что хотелось бы я так думаю не сами ученикам не родителям не чиновникам управленцам то что гимн будут исполнять давайте петь а почему бы и нет у нас есть хорошие примеры в конце концов да безусловно сейчас очень много негатива против сша американцев но тем не менее любое мероприятие начинает с исполнения гимна и это нормально с подъема государственного флага исполнение гимна только здесь есть такая опасность перевод именно с позиции чиновников на постоянной основе вот когда это идет от души это воспринимается совсем по-другому что является причиной того что фтл стал тем учебным незаурядным учебным заведением о котором мы все знаем сейчас прежде всего это заслуга безусловно преподавателей преподавательского состава если вспомним историю тринажка средняя школа 13 год образования 1931 в сорок первом году 22 июля 41 года директором стала серафима алексеевна одинцова и ушла на пенсию в 1973 году то есть была во главе учебного заведения получается здесь на три десятка лет вся сознательная жизнь благодаря серафиме алексеевне одинцовой в середине 60-х годов 13 школы стала физико-математической и вот серафима алексеевна и как тогда называли сара железная сара она подбирала преподавателей со всего саратова по сути дела не все соглашались кого-то уговаривала кому-то создавало условия в те времена наверное было попроще все-таки это не только какие-то материальные финансовые это может быть и жилье может быть и сумела словом привлечь как-то что-то пообещала пошла навстречу где-то но тем не менее мощный коллектив был создан и таким мощным педагогическим коллективом физико-технический лицей обладает и под настоящее время педколлектив дальше руководство серафима алексеевна три десятка лет была во главе школы евгений борисович квашнин легендарный директор два десятка лет а евгений борисович он где-то около 10 лет еще и работал за рубежом странах азии африки работал в колледже школах знает прекрасно английский язык и вот это вот видение наверное мировое видение дальнейшего развития образования он и привнес на почту на почву именно физико-математической школы номер 13 в свое время были даже и уроки на английском языке в частности евгений борисович вил физику на английском языке много внимания уделялось да и сейчас уделяется иностранным языкам именно английскому языку и евгений борисович наверное принес но дух свободы демократический дух и во времена достаточно жесткой системы которые сейчас критикуют у нас активно достаточно часто средствах массовой информации во времена советского союза но тем не менее физико-технический лице и тренажка это островок свободы и демократии как это удавалось и гиборич я не знаю но удалось традиции заложены в то время еще серафим алексеевна и евгений борис и развивал вот учительский и преподавательский коллектив скажем так это это только форма это сосуд а что какие качества этого преподавателя преподавательского коллектива должны воздействовать на образовательный процесс чтобы он стал таким каким стал в тринадцатой школе но здесь несколько моментов наверно личность преподавателя просто как человек какими качествами обладает собственно знание предмета умение довести эти знания до ученика умение зажечь ну и можно сказать наверное так человек обладает определенной харизмой можно много примеров привести евгений боишь к вашнин терентьев егений андреевич филина вера петровна сумбат багаж мчедлов александр семян парфенов пименов анатолий валентинович это преподаватели у которых есть ну допустим то ли один из пименов у него где-то четыре десятка победителей российских олимпиад по биологии и есть победитель международных олимпиад по биологии и ежегодно у него ребята выезжает на финал всероссийской олимпиады школы школьников по биологии и занимают призовые места человек работает постоянно неважно это каникулы это праздники это выходные я знаю если 1 сентября это начало учебного года со 2 сентября андреевича начинает работать школа по биологии каждое воскресенье до 25 мая эта школа будет работать причем туда приходят и учащиеся физико-технической лицея и могут приходить ученики увлеченных биологии из других школ города саратов не могу не спросить про ситуацию с нынешним директором с людмилой вениаминовой правдиной вы немножко сейчас со стороны наблюдаете за этой ситуацией но я думаю что переживаете тоже в общем то как конечно безусловно преподаватель много лет отдавший работе школе на ваш взгляд что собственно сейчас происходит это людмила вениамин правдиной это потрясающий учитель это гениальный преподаватель таких учителей в россии но наверное пальцев одной руки хватит что перечислить смотришь те комментарии которые появляются журналисты обыватели пишут что надо проводить границу как преподаватель как учитель и как администратор как менеджер как директор если даже допустим предположить были какие-то ошибки допущены свое время у меня прежде всего возникает вопрос а где был городской комитет по образованию в то время почему только сейчас стали вот об этом говорить если действительно какие-то ошибки были допущены ведь задача городской власти отслеживать такие ситуации может быть надо помочь подсказать направить и вообще в принципе на мой взгляд вот должность директора это расстрельная должность особенно по нынешним временам потому что человек который отвечает за все здоровье и безопасность учеников это анти террористическая безопасность это выполнение санитарных норм это образовательный процесс это воспитательный процесс это работа с преподавателями это вопросы финансирования в любом случае это работа с родителями это работа с вузами и так далее и тому подобное наверное все таки с директорами надо работать и выстраивать свои взаимоотношения с директорами не просто вы не правы вы допустили ошибку а помочь подсказать я не знаю как идут процессы общения на уровне вот городской власти вполне вероятно нужны семинары чтобы просто научить директоров как работать в новых условиях может быть они проводятся я не знаю об этом как то ушел из этой структуры раньше вот на уровень директоров я никогда не выходил но вот вся эта ситуация просто скажу и когда работал вот начиналось все это еще когда я работал в физико-техническом лице и сейчас несколько вот взгляд со стороны но она не красит наш город просто не красит кто теряет в результате всего этого кто несет потери ученики прежде всего именно они ну и город в целом есть город в целом конечно безусловно имидж вот такой отрицательный но никому не нужен кому это вообще вот вся эта ситуация может быть выгодна вы знаете вот если провести исторический экскурс было несколько случаев когда директоров что называется уходили со своей должности кузьки николай петрович еще несколько моментов то что 37 лицей после ухода кузькина изменился и изменился в худшую сторону да это действительно так кто выиграл мы все проиграли в результате всех этих случаев проиграли ученики проиграли преподаватели проиграли родители прыгала проиграл город в целом если посмотреть статистику как выступали ученики 37 лицея при кузькине и сейчас у меня нет такой возможности но я думаю это действительно так ухудшение ситуации по олимпиадам по конференциям по другим показателям вообще понятие одаренные дети существует имеет ли право образовательная модель выстраивать особые скажем так методики работы с одаренными детьми не просто имеют право а должны выстраивать есть одаренность допустим интеллектуальная предметная художественная спортивные так далее и каждому ученику надо найти свой подход если мы говорим об интеллектуальной одаренности допустим есть дети которым интересно ну допустим если пример из области математики интересно решать задачи возникает вопрос можно решить задачу одним способом можно найти множество способов решения задачи можно найти самый оптимальный самый интересный самый красивый способ решения вот для одаренных детей это интересно и учитель когда идет в класс таким детям сразу должен проецировать свою в дальнейшую работу, вот эта задачка решается несколькими способами. Вот этот способ самый лучший. И надо подвести ученика к решению задач вот таким способом. Пусть он сам посмотрит. Учитель может воспроизвести все это на доске, показать, рассказать. Но основная задача – подтолкнуть ученика. Пусть он сам найдет выход из этой ситуации. То есть не разжевать, не дать готовый ответ, а именно вывести. Когда человек сам доходит до этого, своими руками, своей головой, вот это он запомнит. А когда принимает как должное, особенно в психологии человека, он не запомнит это. Вот в образовательной среде, я знаю, ходят разговоры в последнее время о том, что с каждым годом, скажем так, и уровень школьников, уровень студентов постоянно ухудшается. Наверное, что школьники, студенты становятся все хуже, что все менее и менее подготовленными. Вот вы, как человек, тоже связанный, в общем-то, непосредственно с системой образования, находите эту тенденцию или вам кажется, что это не так? На мой взгляд, однозначно ответа здесь нет. Все-таки у нас в России достаточно много школьников, достаточно много преподавателей, и под одного ребенка, наверное, всех нельзя подвести. Но, тем не менее, можно констатировать, да, и на выходе из школы, и на входе в ВУЗ уровень знаний обучающихся оставляет желать лучшего. Почему это произошло? Ну, на мой взгляд, все равно основной человек в школе – это учитель. Принято говорить, что все крутится, вертится вокруг ученика, все внимание ученику. Кто будет уделять внимание ученику? Учитель. Вот то, что сейчас у нас происходит в системе образования, те процессы, я бы назвал это имитацией деятельности. На самом деле, как ни называя, реформа образования, инновации, модернизация. Самое главное, чтобы учитель пришел на занятия, и у него в голове была только одна мысль – как лучше изложить материал для учащихся. Чтобы вот эти 25 или 30 человек, каждый со своими особенностями, со своими проблемами, осознали, поняли и осознали материал, выучили этот материал, дали какой-то продукт на новом уровне. Развивать креативные способности, развивать способность к творчеству, развивать в социальном плане ученика. Ну, это задача учителя, безусловно. Современный учитель – это такой человек, у которого времени на учащихся почему-то все меньше и меньше остается. Появились слова такие, в свое время в интернете прочитал. Школа стала местом, где ученики мешают учителям работать с документами. Увы, как ни печально, это так. Вот один из самых, наверное, спорных вопросов последних десятилетий для системы образования – это ЕГЭ. Все-таки, на Ваш взгляд, ЕГЭ решает вопрос какой-то демократизации образования, решает ли эту проблему? И способствует ли эта система повышению качества образования в целом? Неоднозначная позиция в обществе относительно ЕГЭ, и у меня тоже нет единого мнения. Мы имели какую-то систему времена Советского Союза, выпускные, вступительные экзамены. После распада СССР какие-то изменения, трансформации произошли. И, понятно, та система нас тоже не устраивала. Но ЕГЭ нас тоже не устраивает. Посмотрите, что происходит. Часть А, Б, С были сначала. Теперь части А убирают. Какие-то изменения постоянные. Иностранный язык – это уже на запись, аудирование будет. Будут все это проверять, потом выверять. Отменили сочинение, теперь ввели сочинение. Уже как допуск к ЕГЭ. Меня, знаете, самое главное, что волнует во всех этих изменениях, во всех этих новшествах – это эксперимент. И эксперимент над живыми людьми, над учениками. Эксперимент над детьми. Вот те, кто проводит эти эксперименты, хочет задать вопрос, у вас дети есть? Вы хотели бы, чтобы над вашими детьми проводили такие эксперименты? Я думаю, что нет. Система образования – это достаточно консервативная система. И она должна оставаться такой. Сто раз подумать, прежде чем принять какое-то решение. Зачастую мы узнаем о каких-то нововведениях. Принято постановление, принято решение. А насколько оно опробировано, насколько оно обкатано. А посоветовались ли с профессиональным сообществом? То есть кем принято это решение? Да. Зачастую людьми, которые не имеют никакого отношения к системе образования. Или слабо себе представляют, что это такое. Они в системе образования, но они не прошли. Начинается от простого школьного учителя. Поработайте в школе, осознайте, что это такое. А потом уже подумайте, стоит ли это менять. Стоит ли менять вот в таком направлении, в таком русле. Перемены затрагивают и среднее профессиональное образование. В свое время техникум Яблочков, тоже знаменитое учебное учреждение Саратова. Это было заведение, готовившее кадры для Министерства электронной промышленности. Сейчас это структурное подразделение СГУ. Вот как вы себе представляете, в чем смысл в современной России среднего профессионального образования вообще, да, и отдельно взятого колледжа в частности? В колледже электроники работаю все-таки недавно, относительно чуть больше года. Я пришел к такому выводу. Все-таки система среднего профессионального образования направлена на подготовку специалистов среднего звена. А дальше выпускники уже принимают решение. Или поступать в ВУЗ, получать высшее профессиональное образование, осознав вот всю эту иерархию, попробовав руками то или иное направление, или сразу идти на работу. То, что колледж электроники в составе СГУ, я считаю, это огромный плюс. Саратовский государственный университет – это ведущее учебное заведение Саратова, имеет статус Федерального исследовательского университета. Колледж в этом случае получает широкие возможности. Можно даже привести пример. И небольшие по объему, но тем не менее, ремонтные работы идут. В прошлом году, в 2014 году, благодаря университету, закуплены две лаборатории. То есть материально-техническая база улучшается. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее, процессы идут. А что касается в целом системы среднего профессионального образования в России, у меня сложилось такое впечатление. Опять же, после распада Советского Союза, 90-е годы, самые страшные годы, получается так, что у государства нет единого видения. А что делать со средним образованием школами и со средним профессиональным образованием? Что касается среднего образования, кстати, вот, наверное, лучшие годы в школах в нашей стране – это 90-е годы. Казалось бы, странно, это самые страшные годы, исходя из социально-экономических условий. Но это расцвет творчества. Авторские школы появляются, прежде всего, именно в 90-е годы. Или второй импульс они получаются. Новые методики. Второе дыхание, да, потому что у чиновников руки просто, что называется, не доходили до школ. Среднее профессиональное образование, получается, два десятка лет было в загоне. Было непонятно, а что делать. Если ранее четкая государственная политика, финансирование, материально-техническое обеспечение, колледжи техникумов, выпускники колледжей техникумов шли на работу, знали, куда придут на работу, знали, какие-то мощные предприятия, знали, что человек придет на рабочее место, если проявляет себя с положительной стороны, следовательно, у него и финансовое обеспечение будет, жилье, рост по карьерной лестнице и так далее. Сейчас, к сожалению, в России сложные времена. И возникает вопрос, а где работать? У нас был когда-то авиационный завод, у нас была мощная система предприятий ВПК, сейчас этого нет. С этой проблемой сталкиваются все колледжи, все техникумы. Но вот не кажется ли, что сейчас такая цепочка выстраивается несколько, может быть, не вполне, скажем так, эффективная? Когда человек заканчивает школу, может быть, заканчивает среднее, получает среднее профессиональное образование, идет в ВУЗ, и после ВУЗа по любой специальности уходит работать в ту сферу, для которой совершенно достаточно иметь именно то самое среднее профессиональное образование. То есть, не много ли у нас, не слишком ли большой процент студентов, которые вообще получают высшее образование? Образование лишним не будет, мое глубокое убеждение. И нормальный человек учится всю жизнь. Высшее образование просто дает возможность человеку для самоорганизации. Кто-то может самостоятельно изучить какие-то дисциплины, какие-то предметы. Кому-то необходима помощь. Пожалуйста, воспользуйтесь помощью. Послушайте умных людей, сходите на лекции, посетите семинары, пообщайтесь с такими же студентами, в принципе, с такими же людьми. Образование лишним не будет. Это более широкий спектр возможностей для человека реализовать себя. Согласитесь, современный человек не знает, где он будет работать завтра, послезавтра, через год. Жизнь такова. Человек должен учиться всю свою жизнь. Какие знания ему пригодятся, кто знает. Я закончил географический факультет Саратовского госуниверситета, начинал учителем географии. Но вот в данный момент директор колледжа радиоэлектроники, где география, где менеджерская должность. Но, тем не менее, в свое время защитил кандидатскую диссертацию по педагогике и вышел именно на колледж радиоэлектроники. В вашей новой должности какие самые главные, может быть, ближайшие, а, может быть, отдаленные перспективы для собственного образования, для собственного развития, вы видите? Ну, я думаю, здесь, прежде всего, надо исходить из того, что колледж радиоэлектроники работает в структуре Саратовского государственного университета. Госуниверситет – это широчайшее поле деятельности. Это и возможность заниматься обучением, это и возможность заниматься наукой, это возможность заниматься воспитанием, социализацией. Кстати, на мой взгляд, основная задача любого учебного заведения – это социализация личности. Неважно, в какой сфере человек себя реализует. Я имею в виду предметная область, область профессиональная. Самое главное, чтобы он был человеком. Вот социализация – это основная задача любого учебного заведения. Спасибо, Сергей, за интересный разговор. Это была программа «Люди. Дело». У нас в гостях был Сергей Карасев. Увидимся. Спонсор программы – компания «Электроцентр-Наладка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова